Крупная консалдитровая компания недавно представила результаты исследований российского рынка. Специалисты спросили более 66 тысяч человек, что происходит с их работой и доходами. 68% опрошенных отметили, что их заработная плата снизилась. Доходы особенно пострадавших сфер бизнеса на глазах сократились в 2, в 3 и даже в 10, в отдельных случаях раз. Что это? Начало невиданного мирового кризиса или муки рождения совершенно новой экономики? Для того, чтобы хоть как-то выживать и как-то что-то оплачивать, людям какую-то копейку давать, пришлось уйти на доставку полностью. Денис почти 10 лет держит кафе на юге Тамбова. В конце марта по понятным причинам оборот компании упал на 90%. Арендодатель пошел навстречу ресторатору и попросил оплачивать только услуги ЖКХ. Но и в таких условиях бизнес едва держится на плаву. Денис подумывает закрывать кафе. На меры поддержки, увы, надеяться не приходится. К сожалению, на сегодняшний день они нам недоступны. В силу определенных моментов. Ну то есть примерно так, что у нас как бы считается, что пострадали что-то компании с определенным акведом. У нас есть этот определенный аквед, но он находится в дополнительных, а не в основных. По этому поводу, в принципе, государство считает, что мы не пострадали. Аквед – это классификация видов экономической деятельности. Кто пострадал, а кто нет, определяет этот реестр. Если в конце марта свою работу остановил практически весь бизнес, то сегодня главным вопросом коммерсантов стали условия получения мер поддержки. На стол уполномоченного по правам предпринимателей за время самоизоляции легли 500 обращений. Еще столько же поступило устно. Сегодня обращения идут в основном по мерам поддержки. Потому что меры поддержки, они как бы очень много ключевых таких моментов, из-за которых предприниматели не попадают в тот или иной режим поддержки. Принцип «хороша ложка к обеду» работает и здесь. Каких масштабов ущерб причинила пандемия российскому бизнесу, нам еще предстоит высчитать. Тесный контакт с предпринимателями держат специалисты торгово-промышленной палаты. Бизнесу оказывают бесплатную консультационную помощь, готовят предпринимателей к переговорам. Многим арендаторам удалось значительно снизить платежи после посещения торгово-промышленной палаты. Надо отметить, что проблемы не утихают и обращений достаточно большого количества. Более 1600 звонков и обращений мы отработали. И основной сейчас вопрос у бизнеса – это меры поддержки. И несмотря на то, что, конечно, мы слышим со всех источников массовой информации, со средств массовой информации, что достаточно большое количество мер отрабатывается, и бизнесу предлагается, к сожалению, большая часть, и по нашим опросам, которые мы проводили буквально в течение всего апреля, по нашим опросам, более 70% предпринимателей эту поддержку, к сожалению, не получат. Главная задача, стоящая перед деловым сообществом сегодня – донести мысль, что реестр пострадавших сфер необходимо расширять. Так кафе и рестораны, торгующие в том числе под акцизной продукцией, допустим, алкоголем. О поддержке могут забыть. При этом доходы такого бизнеса упали в лучшем случае вдвое. То же касается многих других магазинов и лавок. Многое, конечно, зависит от специфики самого бизнеса. IT-сфера к изоляции адаптировалась моментально. Тамбовская компания уже 10 лет работает с системами, которые помогают сотням организаций в 15 регионах Центральной России оптимизировать издержки за счет экономии топлива. Для этого она создает не только собственные датчики и системы контроля, но и программное обеспечение. Львиная доля ее сотрудников – программисты, специалисты по сопровождению клиентов и менеджеры. То есть довольно мобильные в работе люди. Мы, в принципе, удаленно сидим и смотрим, как происходит рабочий процесс, и собираемся внутри компании в планирующие только для обсуждения таких очень достаточно спорных, горячих ситуаций. И поэтому одним днем перейти просто на работу из дома для нас не составило большой трудности. То есть если в четверг мы приняли решение перехода на удаленную работу, в понедельник 90% сотрудников работали просто удаленно. Да, позиции немного сдали, но совсем не критично. А сейчас снова наращивают объемы продаж и уже берут на работу новых сотрудников. В офисе, как положено, все сотрудники в масках и перчатках. Даже пространство тут общее, этакий open space. Мозговой штурм идет непрерывно, компания развивается и старается идти на 2-3 шага впереди своих конкурентов. Одна из крупных мировых компаний-разработчиков не так давно включила тамбовскую фирму в число лучших на планете за инновационный подход и умение видеть тренды. Если и дальше события будут развиваться в таком ключе, скоро организация охватит всю страну, и никакая пандемия ей в этом не помешает. Относительно комфортно чувствуют себя и фермеры. Вячеслав в прошлом году получил грант по программе «Агростартап» и оборудовал инкубационный центр для вывода птицы. Хозяйство расположилось в Борщевке, что в Тамбовском районе местные инкубаторы готовы помочь появиться на свет одновременно больше, чем 5000 птенцов. Фазанов, индюшек, гусей, уток, мулардов и, конечно, курочек. Ну вот после выводного инкубатора птичка помещается под лампы. Сначала она обсыхает, а потом она переходит уже в те помещения, в те брудера, где у них уже установлены поилки с кипяченой водой, стартовый комбикорм. Ну и, в общем-то, где создаются условия для первоначального вот этого вот входа в жизнь. Покупатели разные, то есть многим тяжело выходить птицу вот на первоначальном этапе. И тогда мы эти обязательства берем на себя. В нелегкое время Вячеслав заручился поддержкой друзей и единомышленников и переживает времена пандемии с минимальными потерями. Кооператив превращается в дружеский коллектив, способный и готовый реализовывать самые смелые проекты. Фермеров объединяет не только идея, но и география. Ну, непосредственно на базе нашего кооператива я еще докупил здесь земли для создания цесарятника, чтобы все мы здесь были вместе, как бы, и бролер, гусь, утка, цесарка, чтобы мы были конкурентоспособны не только на рынке региона, но и на рынке страны. Здесь у нас находятся козлы-производители. Они сейчас такие тучные, набрали вес, набрали силы, они готовы к случному весеннему сезону. Вот, через недельку мы уже начинаем, поэтому они уже будут работать со своими прямыми обязанностями, производительские выполнять. Самцы заанинской альпийской породы уже начали ухаживать за молодыми козочками и передавать свои лучшие гены. Козлы с немецкими, французскими и голландскими корнями прибыли из Петербурга и вот уже три года плодятся и размножаются на Тамбовской земле. Но центральное место на ферме занимают особи женского пола. В среднем от одной козы здесь получают от двух до трех литров парного молока в день. Однако находятся и настоящие передовики производства, способные дать от шести до семи литров. Козьим молоком можно сделать неограниченное количество продуктов, в том числе и мороженое, самое популярное у нас на сегодняшний день в области и не только в области. Вот, а так вообще делаем полутвердые сыры, твердые сыры, кисломолочную продукцию, сыры с плесенью. Ну, разные масла, творожную массу делаем, то есть подиные делаем. До пандемии большую часть продукции сбывали на центральном рынке. Самоизоляция заставила бизнес уйти на удаленку. Теперь заказать козье молоко, творог и сыры можно на сайте фермы и там же оплатить. Вот, например, заказ, который оплатили посторонние люди, это для врачей в областной больнице. Для конкретного там отделения, они в связи с того, что сейчас очень напряжённая ситуация, и врачи очень много работают, рискуют жизнью и здоровью, да, и вот люди как бы им помогают. И мы, в свою очередь, там, в этот заказ ещё от себя тоже кладём продукты, чтобы, ну, смотрим, чего тут не хватает, а нам кажется, что врачам бы это понравилось. Пакеты с вкусными молочными наборами глава фермы развозит лично. В течение дня они попадают на столы потребителей. Вячеслава жёсткие условия пандемии подстегнули исполнить свою мечту и расширить бизнес. С недавних пор главная птица в инкубатории – Тамбовский серый гусь. Особая порода птицы когда-то родилась в Арженке, а теперь вернулась на родину. Породу отличает высокая живая масса и особая яйценоскость. В отличие от своих сородичей, Тамбовский серый водоёмом предпочитает луга. В этом году это поголовье, в 2000 голов оно останется у нас до зимы. Зимой мы оставим только маточное поголовье в количестве 500, там, где-то штук. И уже со следующего года, безусловно, мы будем отбирать самых крепких и будем заниматься некой внутренней такой селекцией, где будем выращивать и снабжать рынок. Молодняк расхватывают другие фермеры, личные подсодные хозяйства и рестораны. Так что птичка у Вячеслава не засиживается. Брудера, специальные короба для содержания птенчиков, гусятам освободили подросшие бройлеры и индюшки. В скором времени из яиц в местных инкубаторах вылупятся и составят гусятам компанию 1000 цесарок, 1300 фазанов, утки, галашейки, бройлеры и перепёлки. Деятельность кооператоров не ограничивается только птицей. На окрестных полях пасутся стада мелкого рогатого скота. Пандемия продиктовала свои условия, а фермеры обернули их в свою пользу. Эпидемиологическая составляющая заставила ускориться, заставила создавать новые сервисы по продажам, по реализации продукции. Сейчас сотрудничаем как с конечным потребителем, реализуем всю свою фермерскую продукцию и на местах торговли, и через онлайн-магазины, и сотрудничаем с ресторанами. Кафе, столовая и буфеты с большой охотой поддерживают местного производителя. Повара и кондитеры одного из крупных городских ресторанов сегодня уже на постоянной основе работают с Вячеславом. На данный момент мы работаем с ним с двумя позициями. Это сыр халуми, который мы обжариваем на гриле, и далее он идёт в салат. И берём цыплят-карнишонов, то есть маленьких цыплят. Делаем классическую цыплёнку табака, пока только на вынос и доставку в наше время, но и думаем в дальнейшем пустить его в зал. Уточнение в меню, что готовится блюдо из фермерских продуктов, по словам поваров, подогревает аппетит клиентов. Поэтому сотрудничество с кооперативом ресторан планирует развивать, а символом такой дружбы уже служит специальная наклейка на дверях. Розничная торговля непродовольственными товарами, общепитой и сферой развлечений пострадали куда сильнее остальных. Увы, не каждый бизнес способен подстроиться под новые условия. Чтобы продолжать работать, пришлось срочно внедрить новые дистанционные механизмы и цифровые решения. В другом случае их внедрение было бы делом сравнительно отдалённого будущего. Многие из этих решений останутся с нами даже после того, как мы вернёмся к нормальной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова